Девчонки, доброе утро! Вот мы из студии. Сегодня у нас с вами очень-очень такой серьезный день. Ну, серьезный как серьезный. Сегодня у нас три клиентки. Это всегда для меня, знаете, событие некое. С самого утра и плоти уже, наверное, до девяти вечера. То есть с десяти утра у меня сегодня и до вечера буду. Клиентки, по-моему, у меня были эти уже. И я пока не спрашивала у них, какой бы они хотели сделать эффект или изгиб. В общем, все, разберемся уже на месте с вами. Что еще такое? Вчера была девочка, девушка, но я не снимала. Здравствуйте! Вы на? Десять. На десять на ресничке? Да. Хорошо, ага. Одевайте бахилы и мешайте курточку в шкафчик. Что-то я пока вас нашла. Да вы что? Еще машину кое-как нигде поставить вообще. Да, да, вот тут это точно с машиной какой-то завал. Поехала через Писарь, там закрыто. Что-то, короче, вообще. Ничего, не торопитесь. Раздевайтесь потихонечку. Сейчас мы с вами все будем делать. Так. Девчонки, еще у меня многие спрашивали, какими патчами я пользуюсь. И я бы хотела вот вам как раз их показать. Смотрите, вот такие патчи. Я их заказываю уже, ну, не знаю, вот сколько работаю, все время заказываю вот эти такие патчи. Они раньше были в сером варианте, сейчас красный. Но чем они мне нравятся? Чем они хороши? Они хороши тем, что на них не так много гидрогеля. Ну, знаете, вот бывают такие патчи, да, гидрогелевые. На них очень много гидрогеля. И приходится первый слой сначала снимать руками, а потом уже, ну, а потом уже клеить на глазки клиента, клиенткам. А эти нет. Эти прям вот все в меру и не разбухают. Даже если три часа работаешь, ну, например, если работаешь долго, там, три-четыре часа, то все равно глазки в норме. Ну, редко бывает, у кого там уже совсем слезятся, знаете, редко бывает, что нужно менять патчи. Ну, например, так. И еще хотела бы вам показать. Сейчас найду. Так, так, так. Вот, еще хотела бы показать вам одни патчи. Это патчи от Визарт. Но я ими не так часто пользуюсь. Они очень плотные и практически не просвечиваются. Это, знаете, для тех глазок, которые очень беспокойные. То есть, кто-то, может быть, там, знаете, вот, ну, там, сильно глаза такие очень чувствительные, и когда дотрагиваешься, дрожат. Это вот для таких вот патчей. Они у меня всегда в запасе есть, но я ими, как таковыми, так сильно часто не пользуюсь. Ну, если такие глазки попадаются, то всегда подклеиваю сначала ими, а потом уже обычными гидрогелевыми. Ну, это типа, как знаете, двойная, двойная, да, заклейка, либо сначала скотчем, а потом, собственно говоря, уже патчами. Ну вот, показала вам, какие патчи я пользуюсь. Это тоже на всякий случай положу. В общем, сейчас будем с вами работать. У нас уже первая девушка подошла. Сейчас мы узнаем, какой она хотела бы объем и сгиб, и будем работать. Так. Ну вот, мы определились с нашей девушкой. Мы будем клеить кукла-лиса. Вообще, мне нравится вот эта форма кукла-лиса. Сделаем максимальную длину, возьмем одиннадцатую. Ну, может быть, где-то двенадцатую у внешнего угла тоже подклеим. И клеить я буду ресничками Лавли Делюкс 0085. Ну все, сейчас начнем работать. Ну все, сейчас начнем работать. Ну все, я закончила Уже вышла в коритор, чтобы вам рассказать Быстренько, что я делала Делала 2D Делала на особо тонких ресничках Потому что клиентка наращивала в первый раз И мне не хотелось, чтобы, знаете, отягощать Вот ресницы Ну, чтобы был первый какой-то дискомфорт Чтобы ресницы у нее ей было комфортно носить И она там не думала о том, что они там Какие-то тяжелые или еще что-то Ну, из таких трудностей Выполняла работу 3 часа Начали, мол, 10 и закончила я в час Из таких трудностей В принципе, в принципе Ну, как бы Все было хорошо, все было нормально Никаких таких проблем, ну, связанных с работой Не было, все выполнялось хорошо Клеилось хорошо Схему данной работы я вам показала Она немножко необычная, я использовала немного и 12 Пучков И в основном у ресниц, которые расположены Ну, то есть Не верхний ряд, а нижний ряд Я использовала прям везде 12 Чтобы красиво была такая ровная ресничная линия Ну вот, чонки Сейчас ждем следующую клиентку Также для вас все поснимаю Покажу Посмотрим, какой она выберет Изгиб и эффект И также Также вам все поснимаю Также покажу вам схемку Давайте, оставайтесь Будет интересно Ну, все, я закончила Делала максимальную длину 13 мм И 13 мм у нас была опять кукла-лиса Что-то понравилось, в общем-то Это мне схема И она очень на глазах эффектно смотрится И на тоненьких ресничках Так вообще, это изгибчик D у нас был Ну, в общем-то, старалась делать хорошо и отступ Старалась делать, в общем-то, не знаю, хорошее раскрытие пучка В общем-то, получилось все нормально Сейчас ждем третью клиенточку Они должны у нас прийти через полчаса Я пока загружу фотографии в Инстаграм Субтитры сделал DimaTorzok Ну, все, девчонки, я закончила Сейчас сделала экстремальную лису в изгибе C И максимальная длина у нас была с Александрой 14 мм Ну, в общем, неплохо получилось На самом деле, мне кажется, вот этой девушке такая форма глаз Что даже пятнадцатая длина очень даже будет к лицу Работала три с половиной часа Ресниц много, клеила, проверяла Ну, то есть, как бы меньше пока не получилось И вот выложить, знаете, в длину Когда ресницы длинные клеишь И как-то немножко посложнее выложить красиво Чем когда клеишь короткие Ну, то есть, вот 14-ое прям приходилось направление Очень-очень следить за направлением Чтобы, ну, как-то, чтобы все это гармонично, красиво смотрелось Толщина была 0,085 Я не стала клеить 0,1 Ну, 0,10 Потому что чуть не показалось, что она будет очень отягощать Ну, то есть, для глазок будет тяжело А эти реснички, они такие должны быть легкие, пушистые Потому что, ну, сама по себе длина уже дает, да, какую-то такую красоту А если еще это будет и толщина То, мне кажется, ну, не знаю Они смотрелись как-то дешево Так они смотрятся как бы получше Немножко так, подороже, что ли Смотрите, хотела вам показать, какой классный Я заказала чехольчик с Алиэкспресс для пинцетов Во-первых, он, ну, такой очень прочный И явно видно, что, ну, здесь Я не знаю, я не переживаю, что у меня что-то упадет, знаете Или там какой-то трабл произойдет с пинцетами И он что-то, кстати, недорогой Я уже не помню Но я, кому интересно, тоже потом ссылочку спрашивайте Я вам скажу, где покупала И посмотрим, сколько он стоит Ну, что-то недорого по сравнению с Россией Вот, видите, все положила Я не переживаю, что у меня что-то упадет Или что-то будет не так Кстати, сегодня я взяла патчи Ну, вот, не сегодня, а взяла патчи у нас здесь уже И вообще, отвратительные патчи у меня у всех девчонок здесь красные Не знаю, то ли из витамина С, который здесь находится То ли из-за чего Я их взяла хорошо, сколько там Тридцать или двадцать пять штук Ну, из расхода В общем, я вот этой фирмы, что, не знаю Уже три человека И три с красными С красными глазами Вот Все, в общем-то Мы складываемся, все вам рассказала Все, так прошел мой день Давайте, подписывайтесь на канал Ставьте лайки И давайте до завтра Завтра будем работать Ну что, девчонки, всем доброе утро Пришли сегодня на перманент Сегодня у нас перманент Губы и, по-моему, должны быть еще брови Сейчас посмотрим Клиентка моя, которую мы наращивали с вами реснички У нее уже на губах был перманент Но уже почти ничего не осталось Ну, а у брови так вот Перманент остался Но она хотела бы сделать поярче Ну, сейчас подойдет Поснимаем для вас До и после, что получилось Ну, все, нанесли первичную анестезию Вот, используем такой Доктор Намп Ну, вроде так, хорошая она Сейчас 15 минут подождем Потом порисуем Нарисуем эскизик и будем работать Доктор Намп Доктор Намп Доктор Намп Доктор Намп Девчонки, ну что, я уже дома Все, мы пришли В общем, немножко вам показало видео Как делала губы Маловато, конечно Но в следующий раз обещаю Что поснимаем побольше Что-то как-то, знаете Вот еще очень волнительно И я прям Не могу Ну, не знаю Не могу прям снимать-снимать Потому что Все равно волнуюсь еще В общем, что там говорить В общем, девчонки делали губы Получается До этого моей клиентке Был перманент губ Но он У него был очень-очень маленький остаток Прям очень маленький И он как-то был клочками Ну, знаете, там есть краска Там нет краски Это был розовый цвет Ну, как мне показалось Потому что я вот так губку натянула И обстрелила там розовые эти точки В общем, моя клиентка хотела Что-то такое понатуральное И мы, в общем, я ей намешала Несколько цветов Два таких прям натуральных И один добавила немножко персиковый Такой цвет Размешала Получился прям такой, ну, красивый Как пыльная роза На ее губках оно немножко Ну, цвет дал другой Но это естественно Как и помада Как и все Которое ложится Знаете, у каждого человека Свой цвет губ Своя кожа И ложится у всех индивидуально Цвет хороший Я думаю, что в итоге Заживет Очень даже так натурально будет И без вот этой, знаете Без розового Без какого-то такого вот Непонятного цвета Должен, в общем, лечь Хорошо и натурально Что и сложности Вот работала Дела перманент губ Какие сложности возникли Ну, во-первых, у меня есть Такая небольшая Для себя какой-то пунктик Такой странный Я не знаю, почему Откуда он у меня возник Знаете, вот эта вот часть Я ее Ну, как карандашом Да, вырисовываю Все нормально Все, я ее вижу Я понимаю Как она должна выглядеть Это вот Вот это вот Вот здесь Ну, когда я начинаю Работать машинкой У меня такая проблема Знаете, она То есть, я постоянно боюсь Что я не сделаю ровно Или там Как-нибудь выйду там Ну, не выйду за край Или не докрашу То есть, выйти я нет Я еще такой Перестраховщик На 300 раз Знаете, выйти точно не выйду Я там То есть, или не докрашу Они будут разные Вот эти пики у меня Губ Ну, какая-то вот Некая страх Вот этот есть И я пока вот Борюсь с этим Плюс еще Нет, так и не стоит Прям уверенная рука Знаете На ровной линии И вот здесь я постоянно Подрисовывала Чтобы было ровненько Ну, не то, что постоянно Но подрисовывала Уже так как растягиваю губку Смотрю Уже тут что-то не докрашено Раз, раз, раз Докрасила Работала Работала 3 часа по времени Это со всей С анестезией С эскизом В общем, совсем-совсем В принципе, для новичка Для губ Это, в общем-то, нормально Но знаете Опять же таки Вот сейчас Вы видели эти губы Только после процедуры Вот таким образом Губы оценивать Это, конечно Ну, смешно Почему? Потому что самое важное Видеть губы Которые через месяц Зажившие губки Какой там остаток Как они Как красиво там смотрятся Какие там у них Есть там недостатки И так далее Такие губы Оценивать очень сложно Они После процедуры Они всегда так Смотрятся привлекательно Такие прям все, знаете Ну, все равно хорошенькие Это надо быть Совсем уже, мне кажется Там, не знаю Там, чтобы клиенту Какой ему негадость сделать А так Очень аккуратненько Очень легонько Олегонько работаешь И я думаю Что там Не углубляешься И вроде нормально все получается Ну, чонки Постараюсь вам в следующий раз Побольше поснимать Обещаю Я прям обещаю Побольше поснимать Перпонента Реснички Также Всю процедуру Я прям Виталий придет И я думаю Поснимает нам Процедуру От и до От начала И до конца Самого Увидимся с вами Уже завтра Завтра получается У нас будет тоже Перманент Будут реснички Сегодня уже все Ресничек нет Только перманент И там уже Мы с вами Посмотрим Что будем делать дальше У меня, кстати Такая проблемка Сегодня нарисовалась Я должна через два дня Идти на реснички Себе делать Девушка мне написала Что она перестала наращивать По личным причинам И все Я в шоке Просто Ну что Сейчас сниму ресницы И буду искать мастера Который Нарастит мне В ближайшее время Я уже так привыкла Ходить с ресницами Что я уже себе Вообще не представляю Без ресниц Ну как бы Я представляю Я сейчас сниму их Просто губы поярче Буду красить И все Но все равно Не очень приятно Ну все Ученки Хорошо с вами Разговаривать Вообще Но увидимся с вами Завтра уже на работе Посмотрим Что будем делать Если у вас Какие-то вопросы По перманенту Тоже спрашивайте Я хоть новичок Еще Но Или если вы Смотрите Кто-то уже Опытный мастер Перманентного макияжа Тоже жду ваши советы Как всегда Какие-то рекомендации Там может быть По По пигментам Еще почему-то Если Новички Кто собрался учиться Тоже Девчонки Спрашивайте Я В этом деле Могу вам показать Если что Как Что представляет Из себя Техника напыления Какими пигментами Я пользуюсь Если вам интересно Тоже расскажу Покажу Ну то есть Вот эти все моменты Если кому-то надо Кому-то интересно Спрашивайте Я все-все Для вас поснимаю Все, мои хорошие Увидимся завтра Я все-все Я все-все Я все-все